Здравствуйте, меня зовут Вадим Хлимов, я автор программы Афиши, в которой мы говорим о культуре в городе Барнауле. Городу все время приходится доказывать, что он культурная столица юго-западной Сибири. А не будешь доказывать, так и не поверят, что в нашем городе есть место культуре. В Барнауле провели Сибирский форум фотографий, главным событием которого стала большая фотовыставка в галерее Республика ИЗО «Пространство Сибирь». В галерее разместили более 600 произведений фотографов со всей Сибири, 25 городов, более 200 участников. Есть работы иностранцев, которые по-своему увидели Сибирь. Что такое Сибирь? Это огромная территория России, царица Азии, говорил великий Ядрыцов. Изучая Сибирь через фотографию, организаторы пытаются понять эту территорию России, где живут люди. В рамках проекта «Культурная столица» сегодня в программе куратор выставки «Пространство Сибирь» Валерия Витошкина. Безусловно, хотелось разрушить этой выставкой стереотипы, которые не раз приходилось слышать не только от людей, которые живут за рубежом, но и даже, которые живут в Москве, в Санкт-Петербурге. Особенно эти стереотипы были, конечно, ярче, проявлялись раньше. Как-то у вас здесь медведи по улицам ходят, есть люди реально, которые так думали. Ну, как бы это довольно глупо, хотя иногда медведи все-таки нападают. Вот, допустим, я из Томска, и осенью и весной у них там обостряется все, и они нападают на людей вплоть до смертельного исхода. Но есть стереотипы, которые хотелось поддержать. Например, что Сибирь – это бескрайние белоснежные просторы. Их можно у нас много на выставке найти. Для меня Сибирь… Для меня Сибирь, на самом деле, это часть России. У нее есть какой-то, ну, свой, возможно, какие-то… Если говорить о фотографии, какие-то визуальные особенности. Да, здесь очень холодно, и здесь тяжело жить. На мой взгляд, здесь трудно жить. Но все-таки, если поездить по России, можно увидеть все те же пятиэтажки, все те же, не знаю, грязь на улице и так далее и тому подобное. С одной стороны, это проект про Сибирь, с другой стороны, он про часть России. Но поскольку мы географически далеко находимся от центра, у нас есть какие-то здесь свои, ну, там, не знаю, трудности, связанные, допустим, с тем же продвижением сибирских фотографов. Вот. Если я получала работы, допустим, от фотографов из Москвы, это были работы совершенно другого качества. Они были абсолютно иначе оформлены, потому что фотографы знают, как надо готовить фотографии к выставке, как себя вообще презентовать. Завтра снова дорога, путь нелегкий с утра, Хорошо хоть немного посидеть у костра. Субтитры создавал DimaTorzok У нас всего было 211 участников. Работ прислали порядка, ну, я думаю, тысяч трех. Мы точный подсчет не делали, но в этом районе. Было отобрано 47 авторов из Томска. Это самое большее количество фотографов. 37 авторов из Барнаула. И вот из тех цифр, которые я помню, 28 из Новосибирска. На выставке порядка 600 или 600 фотографий. У нас сейчас смонтировано три зала. Четыре, можно даже сказать, да, прихожая. Вот это Медведчиков и здесь два зала. И мы будем домонтировать еще один зал, потому что есть еще ряд проектов, которые мы хотим показать. Выставка делится по композиции таким образом. У нас есть входная зона, где представлены, можно сказать так, лучший из лучших набор фотографий, подборка фотографий и несколько проектов. Дальше у нас есть отдельный зал для приглашенного фотографа Сергея Медведчукова, который приедет сюда. С ним можно будет встретиться, и мастер-класс он будет проводить. И два зала. Один зал условно – это городское пространство, и второй зал – пространство за пределами города. Также у нас есть небольшой коридор между этими двумя залами, в котором как раз висят работы по теме дорога. Потому что в Сибири, в чем ее есть своеобразие, в том, что пространство большое, населенных пунктов довольно мало, и поэтому дорога – это вот та связующая, которая есть между этими населенными пунктами. Для меня это была очень важная тема, потому что я много ездила по Сибири и много времени провела в дороге. Вот так условно поделилась композиция выставки. Славное море, священный Байкал, Славный корабль, омлевая бочка, Эй, барбузин, пошевеливай вал, Молодцу плыть недалечко. Специальные проекты, фотопроекты, фотографы начали делать в последнее время все чаще. Я считаю, что это очень важно, потому что делать отдельные хорошие кадры – это замечательно, но профессионал, его возможность давать четкий, хороший, постоянный результат, он проявляется в фотосерии. Очень сложно сделать в фотосерии. Это обычно долгий какой-то процесс, это очень активное включение в материал. Человек больше узнает, если там это герой, или больше узнает о ситуации, которую он снимает. На это требуется больше времени и денег, потому что, как правило, проекты – это личный такой какой-то импульс, за него обычно не платят деньги. Если ты не можешь продать проект, значит, ты его делаешь по собственному, по велению сердца. И таких проектов у нас на выставке 20, и это очень здорово. Я думала, их будет меньше. Чаще, кстати, проекты нам присылали не только в Сибири, то есть фотографы, которые представлены из Москвы, Петербурга. Еще у нас есть фотографы из Германии – три фотографа, и из Греции – один фотограф. Вот они, как правило, присылали проекты, потому что отдельную фотографию довольно просто сделать. Есть такое даже мнение, что любой человек за свою жизнь сделал хотя бы одну хорошую фотографию, потому что поймать момент, случайность, когда совпадает, ну, со всяким бывает. А выдать действительно хорошую серию – это довольно сложно. Там много всяких вещей включается. Нужно понимать, как составить фотографии между собой, как развить вот этот вот нарратив, как рассказать эту историю от начала до конца. Поэтому уже другие компетенции. Это уже для тех, кто как бы не начинающий, скажем так. Субтитры создавал DimaTorzok К свадебщикам я относилась в разное время по-разному. Сначала я считала, что это просто люди, которые цинично зарабатывают деньги, им ничего не надо. И такие, конечно, есть люди, которые не следят за качеством. Или некоторые, наоборот, ударяются в слишком, не знаю, красивости какие-то. Но на самом деле свадебщики – очень хорошие репортажники. Вот хорошие свадебщики действительно профессионалы. Просто они так зарабатывают деньги. И многие сейчас уже вот есть такая тенденция, когда люди уже зарабатывали денег, им уже хочется что-то для себя делать. И некоторые начинают делать проекты, уже связанные документальные. Есть то ли свадебный он фотограф, ну, наверное, свадебный и фэшн-фотограф. Его, по-моему, зовут Марат Сафин также. Вот. И я недавно совершенно встретила у него фотопроект как раз про север. Там все очень красивенько, скажем так. Но это очень интересная тенденция, когда человек снимает для себя хорошие фотографии. То есть человек умеет снимать. Вот. И, ну, просто, как бы, такая ситуация у нас в России, что люди, которые снимают хорошие документальные проекты, они либо не знают, где взять на эти проекты деньги, опять же, это проблема образования фотографов, либо, ну, этих денег просто нет. Вот. А на Западе спокойно люди и свадьбы снимают, и проекты делают. По тундре, по широкой дороге, где мчится Курьерский парк Утал-Ленинград. Мы бежали два друга, опасаясь тревоги, опасаясь погони. И крика в солдат. Есть впечатление все-таки, что в Сибири жить трудно. Есть такое. Опять же, у нас при отборе был выбор. Мы могли удариться в уропатриотизм, мы могли показать чернуху. Но из присланных фотографий, что очень-очень хорошо, у нас на самом деле большой возможности не было это сделать. Вот был какой-то некий такой срединный путь. Возможно, было все довольно хорошо объяснено в пресс-релизе, в объявлении о конкурсе. Хотя при всем, при том, что это патриотический проект, он получился вот такой взвешенный довольно. И мы, конечно, модерировали. Было какое-то количество фотографий людей без постоянного места жительства, либо были какие-то фотографии митингов. Но мы хотели рассказать не о политике, а о людях, которые здесь живут. И о той ситуации, в которой они живут. Но мне кажется, мы как раз выдержали серединный путь. И это очень важно. Потому что мы хотели показать действительность. Она разная. Она... У нас есть очень красивые бескрайние просторы. Но, опять же, эту фотографию нельзя показывать. Ну, здесь нельзя было переборщить, потому что этих фотографий очень много. И глаз, в принципе, замыливается. Мы выбирали лучшие пейзажи. И, опять же, мы живем в довольно неустроенных городских условиях. И хотелось бы, чтобы выставка послужила каким-то импульсом для обсуждения этой темы. Вот. То есть, условно, выставка разделилась на ужасные условия городские и прекрасные сибирские просторы. Вот если вот так обобщать, да, о том, что я увидела в этой выставке из того, что получилось, вот для меня вот так. Западная Сибирь За пятьдесят мороз Края настоящих зим И чистых сугробов Рост Здесь меня средь снегов Ждут, если друг не в счет Несколько мужиков И кое-кто еще Есть какая-то такая тенденция, что легкость фотографий, Она доступна, доступность Ну, что фотографии легко чего-то добиться. Кому-то легко, кому-то нет. Даже если ты думаешь, что тебе это легко, дай, пожалуйста, свои снимки людям, которые могут адекватно оценить их, ну, как бы, эстетическую ценность. И ты услышишь, что на самом деле это не очень просто. Поэтому вот нужны такие люди, которые могут сказать «Да», «Нет», вот, оценить твой уровень, направить тебя куда-то дальше. Ну, и сдержки нашего времени, да, есть такая вот обесценивание фотографий. И приходилось с этим сталкиваться, когда я рассказывала о выставке каким-то, ну, людям, которые не погружены в этот мир. И, да, они любят фотографию хорошую, потому что фотографии везде. В принципе, как можно к ней плохо относиться? Это что-то, ну, как плохо можно относиться к языку? Странно. Вот, вот то же самое. Вот, и мне говорили, «А зачем вообще выставку делать? Вот можно в интернете все посмотреть. Какой смысл?» Опять же, и с профессиональными фотографами, ну, и люди, которые себя называют профессиональными фотографами, была такая проблема, что люди приносили распечатанные снимки на принтере, на, там, домашнем, или пусть это будет фотопринтер, на офисной бумаге. Либо просто там на твердой бумаге, но на принтере. Недопустимо. Для выставки это недопустимо. И вот один из признаков того, что к фотографии относится больше как к элементу цифровой культуры. И вот одна из задач выставки была как раз-таки вытащить фотографию из интернета в реальность. Дамы и господа, человечество очень много фотографирует. Миллионы, миллиарды снимков с сети. Организаторы провели большую работу, дав возможность зрителям и специалистам сделать выводы, какая она себе в начале 21 века. Мне показалось, она красивая, но до сих пор некомфортная для проживания. Я думаю, что сибиряку трудно жить. Условия суровые. Но Сибирь красивая. Горы, реки, поля, озера. Ну и люди добрые. Обязательно посмотрите выставку. Познавательно. А еще в Союзе художников в живопись, в галерее Кормин Графика, в галерее Бандероли Мария Мировая, в галерее Универсум Дарья Демкина. И все вместе это Азарт Сибирь 2015. В гриль-баре Таз 5-го Полли, 6-го рок-фестиваль, 7-го День за днем, 8-го Надя, 9-го Леона, 10-го Альянс, 12-го Банда, еще кто-то, 13-го Алоэ Веры, 14-го Трибьют группы Агата Кристи. Кино, дом, дивергент, глава 2, инсургент, счастье это, инстайлер, машина времени в джакузи 2, поклонник, призрак, чародей равновесия, неуловимые, барашек шон, модная штучка, битва за Севастополь, искатель воды, женщины против мужчины, «Последние рыцари». Всего доброго, творческих успехов и помните, Европа далеко, а такси Европа всегда рядом. Вызови такси. 4-0-0-7-0-0. Тихо, маму разбудишь. Здравствуйте, вас приветствует служба заказа такси Европа. Потише, детей разбудишь. Мы всегда рядом. В любое время, в любое место. Справедливые цены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...